Всем привет, с вами Брэн, и сегодня мы продолжим прогулку по мрачному миру Dead Space. И без лишних слов, давайте приступим к делу. Давай, вошли и вышли, приключение на 20 минут! На медпалубе воняет говной, и Кендра посылает нас в хим-лабораторию. Больше сюда не пиши, бля, от тебя, бля, говной воняет даже, отсюда, телефон чувствую, бля, пидора. Все реактивы найдёшь в химической лаборатории. Иди туда, я взломаю замки. С нами связывается какой-то голос, который говорит что-то про божий промысел. Ты не в силах помешать божьему промыслу. Естественный порядок. Ты, да и так же слеп, как и все. Гарри Поттер. Встречаем нового монстра, прилипшего к стене, и рожающего мелких паразитов. Находим аудиодневник одного из докторов, который говорит, что пациент готов к трансформации. Личный дневник доктор Кэлус Мерсер. Теперь у меня есть объект для изучения. Я могу доказать свою теорию клеточной регенерации. Зафиксировать пациента было проблемой, но теперь он вполне спокоен. Он доверяет мне, доктор Кейн. Он доверил мне свою жизнь. Он знает, что является частью замысла, понимает, что я делаю. Лоб пациента обработан. Нанесены необходимые метки. Что вы собираетесь делать? Сейчас я собираюсь сделать надрез, чтобы внедрить клетки образца в... Но по крикам пациента на заднем фоне можно понять, что не очень-то он и готов. Далее встречаемся с поехавшим проповедником юнитологии, который натравливает на нас свой эксперимент. Бессмертного некроморфа. Как бы мы не отстреливали его конечности, он сможет отрастить новую. Вот в Resident Evil 4 мне этого не хватало. Убегаем от монстра и во время побега с нами связывается Зак, которому уже совсем плохо от отравленного воздуха. Убежав от твари, мы снова встречаемся с доктором Мерсером. И он снова натравливает на нас своего ручного зверка. И так он и будет гоняться за нами, пока мы не придумаем способ избавиться от него. Начинаем готовить яд. И на связь выходит Кендра. Но в разговор вмешивается Мерсер, который отключает систему жизнеобеспечения. Отлично, Айс. Давай, заканчивай. Это уже слишком. Прими свою роль в плане Господа. Смирись со своей смертью. Отказ систем жизнеобеспечения. Кто-то поберет обрисовываешь на его функции. Он разгерметизировал всю палубу и перехватил у меня управление компьютерной сетью. Весь воздух ушел в открытый космос. Ты можешь восстановить подачу воздуха с пульта поста охраны. Поспеши. Возвращаем кислород обратно и Заку совсем плохо. Что бы ни задумал, делай это скорее. Почти не могу дышать. Я теряю тебя, Хэммонд. Попробуй переключить. Черт, нет сигнала. Надо торопиться. Варим дрянь, которая поможет справиться с отравленным воздухом. Пора отправляться в отдел гидропоники, откуда и идет вся зараза. Но по пути нас снова перехватывает Мерсер и запирает нас в тесной комнате со своей игрушкой. Но на этот раз в комнате есть устройство для криогенной заморозки, с помощью которой мы расправляемся с чудовищем и со спокойной душой отправляемся на палубу гидропоники. В этом отделе корабля выращивали растения, фрукты и овощи. Но у разума Роя на это место другие планы. Ему нужны мертвецы. А потому их надо сделать. Потому это место и отравляет весь корабль. Находим еле живого Зака. Он рассказывает нам о некроморфах, которые мутировали в нечто, что отравляет воздух. Нам нужно найти всех таких отравителей и убить их. Всего их 8. Но путь к ним будет лежать через сотни некроморфов. И в конце с нами снова выходит на связь Николь. Алик, где ты? Помоги мне. Справившись с этой проблемой, мы можем включить систему вентиляции. И ввести отраву для умерщвления твари, которую называют Левиафан. Но так просто его не убить. Он пережил атаку вируса. И нам придется вручную отправлять на тот свет эту тварь. Своим внешним видом она напоминает анус. Теперь понятно, почему так воняет. А еще у этого ануса есть щупальца. Отвратительная хрень. Убив эту жопу, воздух очищается. Зак не выходит на связь. И Кендра посылает нас найти аварийный маяк, чтобы послать сигнал бедствия. Следующая остановка – шахтерская палуба. Прибыв на место назначения, Кендра сообщает нам подробности нашего задания. Это наш единственный шанс выбраться живыми, Айс. На рудной платформе находится астероид, который готовили к переработке. Прикрепи к нему маяк, и мы оттолкнем его подальше от корабля, чтобы сигнал был четким. Рудная платформа, куда нам нужно пройти, недоступна. И нам нужно найти способ проникнуть туда. Немного погуляв по палубе, мы попадаем в отсек переработки, по которому летает мусор, который надо бы убрать для того, чтобы открыть доступ к комнате контроля. По дороге к нашей цели мы едем на вагонетке, отстреливая некроморфов. И в конце пути нас встречает Николь. Живая. Она зовет нас за собой. Сообщает, что маяк, что мы ищем, на складе. И она может открыть нам дверь. Стоп. Откуда она узнала про маяк. На нее начинают нападать некроморфы, и мы должны ее защищать. Мы находим маяк, и Кендра посылает нас на рудную платформу, к которой она смогла открыть доступ. Внутри мы видим огромный кусок планеты, который в данный момент закреплен гравизахватами. Нам нужно отцепить их, и установить маяк на этот кусок камня, чтобы отправить его бороздить просторы космоса, и маяк смог отправить сигнал бедствия. После проделанных действий скидываем камушек в космос. Но антенна не принимает сигнал. Маяк запущен. Все системы в норме. Сигнал четкий и ясный. Будем надеяться, что его услышат. Попробую настроить антенну приема. Мне показалось, что сегодня я видела своего брата. Он махал мне рукой, как будто все в порядке. Отлично. Я оставлю канал открытым, чтобы... Что? Антенна приемника не отвечает. Айс, ты можешь вернуться на мостик? Мы должны починить этот хлам, если хотим узнать, что нам ответили. И нам нужно починить ее. Отправляемся на мостик. Кендра говорит, что наше сообщение о бедствии приняли. Но ответить мы им не можем. А потому нам надо починить антенны. Дверь в рубку связи открыта, что удивительно. В коридорах нам встречается новый тип уродов. При отстреле конечностей которого, тот распадается на составные части. Которые продолжают угрожать жизни Айзека. Некроморф пазл. Попадаем в рубку связи. В котором нам предстоит починить антенну. Расположив составные части симметрично. Мы передаем свои координаты из рубки. Наши спасители сообщают, что получили координаты. Также они получили спасательную капсулу. Ту самую, в которой Зак запер ксеноморфа. Говорит USM Вейлер. Вызывай USG и Шемура на всех частотах. Принимаем сигнал бедствия. Также подобрали вашу спас капсулу 47. Выдвигаемся к вашим координатам. Это сообщение будет повторяться каждые 30 секунд до получения ответа. А еще к кораблю приклеилась какая-то огромная хрень. И нам ее надо отстрелить. Айз, к корпусу прицепилась огромная дрянь. Прямо над кластером антенн. Органического происхождения. Не знаю, что это. Да и черт с ним. Если мы не откроем шлюз, то не сможем связаться с Вейлором. Эта штука в пределах поражения пушки 48. Бегом туда. И распыли к чертям этот кусок дерьма. Садимся за пушки и начинаем аннигилировать тварь, которая напоминает все тот же Анус. После ее смерти Кендра связывается со Спас-командой. Но на связь выходят уже мертвецы. И этот корабль врезается в нас. На связь выходит Зак. Он жив. И он отменяет миссию. Айзек. Айзек, ты там? Слава богу, ты в порядке. Я пытался добраться до тебя. Кто-то посторонний блокировал сигнал моего айса. Столкновение разрушило блокирующий передатчик. Хэммонд? Где ты был? Пытался. Выжить. Я смог немного потом подлакать тебя. Слушайте. Я отменяю эту миссию. Заня со СССИ и командную цепочку. Мы должны валить отсюда. Вовремя, Зак. Ты очень вовремя. Он нашел челнок, на котором у нас есть шанс свалить из этого ада. Кендра отправляет нас в грузовой отсек на помощь Заку. Прибыв на место назначения, с нами связывается Зак. И сообщает, что Вейлор снарядили не как спасательную операцию, а по боевому. Они не проводили разведку, не патрулировали. Корабль снарядили для боевой операции против Ишимуры. Вероятнее для того, чтобы уничтожить Ишимуру и все следы некроморфов. Мы заходим на Вейлор, который находится в плачевном состоянии. Нам необходимо найти на нем запчасти для челнока. Также мы встречаем новый вид уродов. Быстрых уродов. Дело в том, что это бывшие солдаты. А солдаты оснащены стазис-модулями. И при трансформации стазисы стали частью организма. Из-за этого они приобрели неожиданное свойство. В одном из лифтов на связь с нами выходит некий Кейн. Он говорит, что если мы сбежим, то приговорим к смерти все человечество. Ибо если не вернуть обелиск на место, планета не остановится, пока не вернет его сама. Если вы сейчас улетите, вы обречете на смерть все человечество. Планета никогда не остановится, не отступит, пока обелиск не будет возвращен. А еще на корабле есть тир, за победу в котором нам будут выдавать ресурсы. Пройдя через ад, творящийся на борту Вейлора, мы находим сингулярный конвертер, который должен помочь нам починить челнок. Возвращаясь назад, мы встречаем Зака, которого жестоко убивает огромная туша. Мстим за Хэммонда и отправляемся на пассажирскую палубу. Корабль начинает взрываться, и нам лучше поспешить, если мы не хотим, чтобы нашу жопу подорвало вместе с ним. На командной палубе с нами связывается Кендра, и сообщает, что нашла челнок, о котором говорил Зак. Я обнаружил челнок, о котором говорил Хэммон. Черт. Его процессор не отвечает, это плохо. Кто-то вынул навигационные карты. Их всего три. Они разбросаны по всей палубе. Я сброшу тебе координаты. Я не смогу отсюда открыть дверь, тебе нужен ключ техкоманды. Если найдешь все запчасти, мы сможем запустить его. Но из него кто-то вынул три навигационные карты. Их поисками мы и займемся. А на самой палубе творится полный кошмар. Всюду трупы, причем выглядит это все как ритуальный самовыпил. И тут мы впервые можем услышать знаменитую колыбельную. С нами связывается Кейн. И говорит, что мы должны починить челнок. Да и без него знаю. А еще мы снова натыкаемся на того сумасшедшего, который убивает человека, отдав его на трансформацию. И снова Кейн, который хочет с нами поговорить. Но только после того, как мы соберем навигационные карты. Нам действительно необходимо поговорить. Я рядом с вами и... Я знаю, вы захотите меня выслушать. Я могу все объяснить. Я... Исходит. Соберите навигационные карты и я впущу вас на пост охраны. Нам есть что обсудить. Поспешите. Собираем одну в жилых комнатах, которые не очень-то и выглядят жилыми. Еще одну находим на площадке для игры в Z-Ball. Это такой местный баскетбол. И последнюю находим в спальном отсеке, где на нас снова нападает бессмертная тварь, от которой мы снова убегаем. После побега с нами связывается Кейн и зовет нас в отсек дирекции. Встречаемся с ним и он сообщает, что силовой двигатель челнока уничтожен. Также показывает нам запись планеты, на котором запечатлен очень большой ублюдок. Он говорит, что надо вернуть обелиск, чтобы запечатать разум Роя. В VIP-комнатах мы находим запись капитана, который признается, что он юнитолог. И о том, что основной задачей изначально была добыча обелиска, а не добыча ресурсов. Речная запись. Это мое признание. К тому времени, когда запись обнаружат, все мои действия уже оправдают. Я юнитолог. Сейчас уже ни для кого не секрет, что мы находились в системе нелегально, ведя незаконную разработку для компании. Но потом был найден обелиск. Церковь немедленно взяла дело в свои руки, поставив меня во главе этой миссии. И она позаботилась, чтобы большинство экипажа состояло из ее последователей. Моим основным приказом было забрать обелиск с планеты и доставить его на борт. Доктору Кейну, офицеру по науке, эксперту по известным обелискам, предписывалось его исследовать. Как он говорит, в этом направлении уже много достигнуто. Мое решение объявить карантин в колонии вызвало недовольство. Но внизу разразилась какая-то эпидемия. Я не позволю инфекции проникнуть на корабль, когда на борту столь ценный груз. Когда мы так близки. Завтра мы вскроем планету и продолжим изучать обелиск. А когда вернемся домой, то передадим все находки церкви. Теперь правительству не удастся скрыть правду. Устанавливаем навигационные карты в челнок. И остается только запустить двигатели. Но тут на нас нападают некроморфы. Во главе с неуязвимым. Мы расправляемся с мелочью обычным способом. А с игрушкой Мерсера мы поступаем иначе. Мы сжигаем его двигателями челнока. Такого количества энергии хватает, чтобы раз и навсегда покончить с этой тварью. Сдачу оставь себе, грязное животное. Приходит Кейн. И мы отправляем челнок в ангар. Откуда мы с ним и собираемся улететь на планету. И вернуть обелиск. По пути назад с нами связывается Мерсер. Который на добровольной основе поддается трансформации. И буквально в следующей комнате мы находим его и убиваем окончательно. С нами связывается Кейн. И просит нас дойти до грузового отсека. И отыскать там обелиск, чтобы погрузить его на челнок. Мистер Кларк, я приближаюсь к ангару челнока. Кейн, который зовет нас на челнок. Он на борту. Пожалуйста, полетели со мной. Вместе мы сможем остановить разум Роя. Мы наконец прекратим этот ужас. Но пройдя к нему, в него прилетает очередь, разрывая его грудную клетку. Мы должны стартовать! Стой! Амелия! Ты куда? Кендра забрала челнок. Она на самом деле все это время работала на правительство. И рассказывает нам всю правду про обелиск. Прости, Айзек. Мне жаль, что так вышло. Я должна быть благодарна за то, что он нашел обелиск. Мы даже обошлись без помощи ЮСМ Вейлора. Кстати, спасибо, что помог мне его найти. Мой отдел искал это место уже очень долго. Видишь ли, Кейн даже не догадывался, что весь этот хаос сотворило правительство. И что вся планета была одним большим экспериментом. Обелиск, божественная реликвия, его создали люди. Просто скопировали с настоящего инопланетного обелиска, найденного на Земле пару сотен лет назад. Откопали, изучили, воспроизвели с точностью до деталей. Привезли на Егиду-7 и включили. И вот ты видишь результат. Сплошная череда кошмаров. Самое мудрое, что они могли сделать, объявить систему запретной. Но тут появилась Си-И-Си и начала разрывать планету по кусочку. Но эксперимент все еще не был окончен. Кейн был прав насчет разума Роя. Обелиск его сдерживал, но сейчас это уже не имеет значения. Обелиск у меня. А вся эта система может катиться в ад. Если для тебя это что-то значит, ты проделал отличную работу, Айзек. А теперь прощай. Люблю тебя. И тут на связь выходит Николь, которая зовет нас в диспетчерскую. Я, я в диспетчерской. Пожалуйста, поторопись, молю, Айзек. Я люблю тебя. Вместе с ней мы возвращаем челнок в ангар. Но Кендра выпрыгивает на спасательной капсуле. Садимся в челнок вместе с Николь и летим на планету Эгида-7. Прилетаем на планету и начинаем буксировать обелиск, отбиваясь от толп некроморфов. И решая загадки, целью которых является расчистка пути. В конечной точке из-за обелиска выходит Николь. И говорит нам спасибо. И исчезает. Система оповещения говорит, что необходимо эвакуироваться, так как на планету летит огромный разъяренный кусок этой же самой планеты. Внимание. Кеоорбитальные захваты отключены. Тектонический средств нас убеден. Солкновение неизбежно. Немедленные эвакуации от этой зоны. Умная мысль. Но напоследок с нами говорит Кендра. И она показывает нам полную версию видеозаписи от Николь. Ай, привет, Эдри. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Прости за все. Так хотелось поговорить с кем-то. Там все размаливается на части. Не могу поверить в то, что происходит. Ой, токи, тебе не помутыть. Нужна лишь такая мелочь. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Я любила тебя. Всегда. Любила. Всегда. Любила. В ней она выпиливает себя. Каждый раз, когда мы видели Николь, все это были галлюцинации. Кендра ворует обелиск. Она хочет загрузить его на корабль. Но не успевает. Ее прихлопывает та самая огромная мразь. Это последний босс. После его смерти садимся в челнок и улетаем, оставив обелиск на планете, которую на куски разносит тот самый камень. Уставший и измученный Айзек снимает шлем. Он больше не хочет смотреть видеозапись Николь. Он выжил. Айз, привет. Это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Выжил из ума. Ну вот и все. С первой частью Мертвого Космоса покончено. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. А то что-то по статистике прям совсем грустно. До скорых встреч, друзья.